Глава двадцать вторая. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал. Я, иудеянин, родившийся в Тарсике Рекийском, воспитанный всем городе, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, и я шел, чтобы тамошних привезти в оковых в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути, и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, Пришел ко мне, и, подойдя, сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предыбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его». «Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». «And now, why tarryest thou? Arise and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление. «And it came to pass that when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance». «И увидел его, и он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». «And saw him saying unto me, «Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning me». «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах». «And I said, «Lord, they know that I am imprisoned and beat in every synagogue them that believe on thee». «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды побивавших его». «And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him». «И он сказал мне, «Иди, и я пошлю тебя далеко к язычникам». «And he said unto me, «Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles». «До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». «And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices and said, «Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live». «Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух». «And as they cried out and cast off their clothes and threw dust into the air». «Тысяча начальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него». «The chief captain commanded him to be brought into the castle, and begged that he should be examined by scourging, that he might know wherefore they cried so against him». «Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволен обичевать римского гражданина, да и без суда?» «And as they bound him with thongs, Павел said unto the centurion that stood by, «Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman and uncondemned?» «Услышав это, сотник подошел и донес тысяча начальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек – римский гражданин». Тогда тысяча начальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяча начальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от аков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. «On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them».